Сейчас мы поговорим про сделки с недвижимостью Subject to Deal или сокращенно Sub2, то есть покупка недвижимости с готовым ипотечным кредитом. Это довольно узкоспециальная область в область недвижимости. С ней знакомы инвесторы, но большинство людей, кто не связан с недвижимостью, с ней просто не знакомы. Сами продавцы и агенты, поэтому она требует, скажем так, дополнительных разъяснений, что такое покупка дома с готовым ипотечным кредитом. То есть вы берете недвижимость и платите первоначальный взнос и забираете ту ипотеку, которая на этом доме есть, на себя и продолжаете ее платить. В каких случаях люди идут на такие сделки? Как правило, у продавцов два есть мотива для того, чтобы так продавать дом. Первое – это срочность, то есть им нужно по каким-то причинам срочно продать дом и, допустим, куда-то уехать. И они не готовы ждать своего конечного покупателя за наличный, либо человека, который будет оформлять на себя ипотечный кредит. Второй вид продавцов – это люди с финансовыми проблемами, у которых терялась возможность платить по ипотеке ежемесячно. И во избежание просрочек и в конечном итоге потери этого же дома, они готовы, скажем так, переуступить его с каким-либо там взносом себе. Где искать такие дома? Их нету в таком открытом доступе, там в кугле, просто так, как правило, они не выкладываются. Их можно приобрести, скажем так, двумя путями. Один – это через инвесторов, причем локальных, то есть в каждом, скажем так, в определенных районах есть инвесторы, которые общаются и хорошо знают местных покупателей. И, соответственно, к ним же эти продавцы обращаются в случае необходимости продать дом. Также, соответственно, это можно проследить, скажем так, по спискам pre-foreclosure, то есть это дома, у которых есть предупреждение, да, есть просрочки по выплатам ипотеки. И некоторые инвесторы следят, скажем так, за этими публикациями, списками, после чего делают свои предложения продавцам на вот эти сделки с АПТУ. Это довольно кропотливая работа, так как продавцы, как я уже говорила ранее, очень плохо знают, да, такую возможность и такую опцию. И требуется достаточно много времени для того, чтобы им разъяснить, пояснить, подтвердить, скажем так, всю легальность этой сделки и так далее. Поэтому это действительно кропотливая работа и в чем-то проще, наверное, искать такие объекты через инвесторов, которые уже проделали весь этот путь, да, с разговорами. И подтвердили намерение продавцам и продателям. Возникает следующий вопрос, что значит переписывание ипотеки? Здесь тоже есть две опции. Чаще всего, чаще всего, сразу скажу, ипотека не переписывается вообще. То есть она остается на продавце, а при этом собственность на дом переходит к вам. Но вы, честно, продолжаете платить за него эту ипотеку. В чем как бы смысл этого? Ну, в том, что вы, когда вы внесли первоначальный взнос, вы тем самым подтвердили серьезность своих намерений. И явно планируете что-то с этим домом делать, а не просто так выбросить эти деньги и больше ничего не платить. Потому что в конечном итоге дом тогда уйдет и от вас. Есть вторая форма. Это именно переуступка ипотечного кредита с уведомлением лендера. Лендера, то есть кредитная организация, которая выдавала этот ипотечный кредит. Почему мы не называем ее банком? Так как в Штатах не только банки, а и другие организации, которые аккредитованы, могут выдавать ипотечный кредит. Поэтому это называется таким словом лендер. Ну, таким образом, то есть, в частности, вот к нам, да, такие дома попадают от других инвесторов, как я говорила, региональных. Поэтому можно посмотреть именно в каких регионах они есть. Потому что чаще всего именно там мы выставляем и публикуем дома, которые продаются как саптовые. А теперь рассмотрим эту сделку на примере конкретного дома, который вот прямо сейчас продается во Флориде. Он выложен у нас же в Телеграме. Подпишитесь, если еще не подписаны. А вот так вот выглядит оригинальное объявление на английском языке. И здесь в этих сделках фигурируют, скажем так, некоторые термины, которые надо знать, если вы планируете приобретать такого рода недвижимость. В частности, ну, понятно, entry, первоначальный взнос, interest rate, это процентная ставка, mortgage balance, ипотечный кредит и сумма к выплате. А далее появляется такое понятие, как PITI, это Principal Interest Taxes Insurance. И, то есть, это те суммы, с которых складывается ежемесячный платеж, включая налоги и страховку. Естественно, при кредитном, при ипотечном кредитовании налоги и страховка разбросаны, включены в ежемесячные платежи, для того, чтобы по ним не возникло никаких задолженностей. И, таким образом, общая сумма PITI и дает общую сумму к оплате каждый месяц. Ну, в данном случае она 2045. Общая сумма баланса ипотеки – это 263 тысячи и процентная ставка 4,75, что, конечно, очень хорошо, так как нынешняя ипотека выдается уже под 7-8%. То есть, вот этот плюс этого сделки САП-2 – это, конечно, в получении старой ипотечной ставки. Также важно учесть, что помимо взноса, который хочет продавец, необходимо добавить туда Closing Costs, то есть сумму на переоформление этой сделки. И, кстати, для участия в этих сделках привлекаются тоже такие узкоспециальные юристы, так как не все занимаются этими сделками. Так как, как и говорила, это довольно, скажем, редкое и узконаправленное такое дело. Вот. И здесь, как вы знаете, стоимость нотариального оформления составляет 3% от стоимости недвижимости. А стоимость недвижимости в данном случае – это 293 тысячи. То есть это будет не от взноса, а от общей стоимости недвижимости. Поэтому нужно закладывать ту сумму на переоформление, она довольно существенная получается. Что такое TC? Это Transaction Coordinator. Это стоимость, она не всегда есть, но часто бывает. Это стоимость услуг, скажем так, администратора, ну, координатора, да, который участвует, который сопровождает, да, всю эту сделку. Это такой помощник агента, да, который вот следит за каждым шагом. В некоторых случаях это, например, ну, и проведение инспекции. То есть у него такой есть онлайн-календарь, где он фиксирует каждый вот шаг по этой сделке. Может это показаться избыточным. Зачем столько людей на, вроде как, на один объект. С другой стороны, иногда это очень полезно, так как агент, например, который, не знаю, предложил вам объект, он дальше пошел заниматься следующими клиентами, а сделка же у вас идет. И вот этот Transaction Coordinator, он, по сути, ваш такой прикрепленный сотрудник, который вот следит за каждым шагом, чтобы все этапы соблюдены. Вот прием там, задатка, еще раз говорю, инспекции, еще какие-то вопросы. Иногда там ремонтная работа, потому что иногда это в других там сделках, это тоже там предусмотрено. И он это все вот отмечает, и, соответственно, иногда добавляются еще и его услуги, которые составляют, как правило, 300-600 долларов дополнительно. Итак, что мы можем сделать после того, как приобрели этот дом с ипотечным кредитом? Мы можем, в общем, опять же, сдать его в аренду. Для этого, как правило, инвесторы также указывают сразу стоимость аренды в этом районе. LTR – это, соответственно, долгая аренда. MTR – среднесрочная аренда. И Short Term Rent – это STR – это краткосрочная аренда. И, соответственно, в данном случае долгосрочная аренда, она может покрывать все ваши платежи по ипотеке. То есть нельзя сказать, что вы с этого будете что-то получать, но вы получите себе собственность в хорошем районе, за которую не будете платить вообще, потому что за это будет платить арендатор. То есть стоимость ваших вложений в этот, скажем так, объект составит первоначальный взнос и стоимость на его переоформление. Другим выходом из, естественно, стратегии выхода после покупки такого дома может быть его продажа. Ну, для этого мы сейчас посмотрим, что и за сколько было продано в этом районе Флориды. Как мы видим, да, дома здесь продаются. В принципе, вы можете, если вы, в отличие от продавца, не торопитесь, вы можете просто выложить этот дом на продажу, да, и с плюсом, и подождать своего покупателя за кэш, ну, или кого-то, скажем так, кто оформит там свою какую-нибудь ипотеку, да, и заработать на разнице в цене. Также можно сделать ремонт, потому что, как правило, такие дома продаются после проживания в них собственников. Они, естественно, требуют там небольшого ремонта, и тем самым также увеличить его стоимость продажную, и потом выставить на продажу. Еще одним интересным моментом может стать рефинансирование кредита. То есть в случае, если, например, вы берете дом с ипотекой, выплаченный там уже на 50%, вы можете обратиться к другому лендеру, да, и попросить рефинансировать этот кредит до 80%, да, от стоимости недвижимости, то есть получить на него еще дополнительные деньги, и причем по такой же ставке или ниже. Обычно лендеры так делают для того, чтобы привлечь к себе новых покупателей, новых клиентов. В одном из следующих выпусков мы поговорим про обычную ипотеку, которая доступна для иностранцев. Я расскажу про условия и требования. Также напишите в комментарии ваши вопросы и пожелания по темам, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Высылайте также на анализ те объекты, которые вы нашли, и не знаете, стоит ли его брать или нет, то также можем их обсудить в видеообзоре. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.